всем привет как всегда благодарю вас за то что смотрите и слушайте мои монологи за то что пишите комментарии я их читаю с большим удовольствием и по возможности отвечаю даже на некоторые из них нужно все ответить времени хватает ну и спасибо тем кто материально поддерживает канал это тоже очень приятно это всегда приятно замечу напомню что дающий получает большее удовольствие и большую радость чем берущий так что вот ну а я хочу вспомнить пластинку которая не скажу что изменила мой мир но то что она сдвиг сознание определенной произвела и не только у меня практически всех моих знакомых я часто произношу эту фразу потому что ну круг знакомых он был в общем-то один и не так нас было много но человек 50 ну или 100 где-то так и все мы общались все мы слушали примерно одну и ту же музыку музыка появлялась примерно в одинаковое время у всех ну что естественно то что выходила новая пластинка в 80-м году да она у нас тут же появлялась как мы это делали как нам это удавалось в советском союзе я не знаю я не знаю каким-то чудом наверное получалось это все но тем не менее раз человек что-то хочет когда очень сильно что-то хочешь это обязательно получится вот у нас получалось и когда вышел альбом дэвида боуи скорее монстр с он нас всех свел с ума всю нашу компанию огромную большую замечательную яркую разнообразную пластинка всем понравилось такое бывает но бывает не часто потому что обычно кому-то что-то нравится что-то не нравится начинаются споры здесь споров не было здесь как от альбомов токен хэд так и от альбома вот именно этого дэвида боуи все сходили с ума не все пластинки боуи вызывали у нас одинаковую реакцию например young americans там кому-то да кому-то нет и так далее зиги стардос мне до сих пор не нравится например ну то есть как не нравится там есть очень хорошие песни но так чтобы альбом прямо зиги стардос я обожал нет при при том что я большой любитель давида боуи музыки так что вот что же удивительно в этом альбоме я не знаю что в нем удивительного он настолько хорош настолько яркий в нем песня что не песню то шедевр вот что я скажу и скажу еще одну вещь то ни для кого не секрет наверно что у дэвида боуи все пластинки разные абсолютно все у него похожих одну на другую но с с натяжкой можно там с допущениями можно сказать что элэдин сейн и там зиги стардос они перекликаются что не мудрено потому что элэдин сейн был в общем-то практически продолжением зиги стардос но тем не менее все разное все по-другому и вот если меня спросят человек который никогда не слышал музыки 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 дэвида боуи с чего начать с какой пластинки большой вопрос опять-таки потому что все разное не знаю с чего начать но я бы сейчас вот сейчас я бы посоветовал начать с оскари монстрс потому что если это пластинка не понравится то не надо слушать дальше дэвида боуи а переждать годик биохимия организма изменит сознание и может быть тогда что-то придется если этот альбом понравится понравится все вот это такой ключ наверно хотя после скари монстрс уже достаточное количество пластинок было записано дэвидом и до этой пластинки бы это 14 альбом уже 14 по счету конечно там есть еще выбирать но тем не менее здесь такая сублимация вот произошло и наверно в этом альбоме есть тайна есть загадка есть что-то такое что больше музыки а это больше называется творчество называется божественное вдохновение потому что боуи упсил три пластинки под названием под общим названием условно берлинская трилогия но такого названия не было у него это уже потом мы все стали это назвать берлинской трилогии это лоджер heroes и low пластинки не пользовались огромной популярностью в коммерческом смысле и конечно любители музыки боуи конечно их разметали но в принципе такого грандиозного успеха не было потому что они в общем они авангардные они очень хорошие но они это как бы музыка не для всех что называется они слишком экспериментальны для массового потребителя и боуи сказал что я хочу сделать более коммерческий продукт в хорошем смысле этого слова более доступный более понятный людям но поскольку человек он высокоталантливый он начал делать этот коммерческий продукт и этот продукт получился еще более авангардным чем все те три пластинки под условным названием берлинская трилогия но другое дело что там больше странных звуков которые выходят на первый план а здесь странных звуков не меньше а в разы больше чем на всех тех трех пластинках вместе взятых но они так умяты так уложены слоями что в этих слоях можно копаться копаться раскапывать разгребать и открывать не каждый раз конечно новые жемчужины откапывать потому что я слушаю сколько с 80-го года несколько десятков лет до уже все почти же почти все жемчужины раскопал которые здесь зарыты но тем не менее это такая такое занятие занимательное чрезвычайно роберт фриб здесь наиграл конечно на гитаре почти во всех песнях почти во всех замечательный гитарист замечательный гитарист чак хаммер на которого мало кто обращает внимание но именно он сделал на гитарном синтезаторе вот этот чудесный чудесную мелодическую историю в песне 6 6 гениальная совершенно вещь и гениальный клип один из первых таких настоящих серьезных видеоклипов снят на 6 сейчас он выглядит конечно наивно но песня настолько хорошая настолько затягивающие и можно поставить в один ряд life and mars наверно ну на мой взгляд мне так кажется вообще здесь все удивительно it's no game первая штука которая начинается с речитатива на японском языке голосом девушки и потом продолжается страшными криками булви страшными хриплыми воплями и адской без дураков адской гитары роберта фрипа то есть это такой сразу сразу такой какой-то страшный авангардный хаос на тебя обрушивается при этом мелодичные при этом все все спета все с мелодии все все в гармонии в аккорде в аккордах ритмично но но так страшно и так непонятно и не похоже ни на что что все разговоры о коммерческом альбоме как-то сразу уходят в сторону ничего себе коммерция такая такой какой-то ад на тебя обрушивается отдыхил бэквардс следующий номер говорят что пишут точнее критики что ритм секса ориентировалась на joy division я здесь не слышу joy division наверно в сознании они ориентировались на joy division а риф который приписывает буддит ли он больше похож на какой-то марш роботов в серединке там не в серединке но после запела начинается такой вот маршообразная маршообразная история в первую долю как у болви очень часто он вообще очень любит музыку в первую долю всю молотить вот так вот и я не знаю буддит ли там не буддит ли но это так так такой электронный электрогитарный сложный рок опять-таки с кучей наложений причем наложение не просто вложение ради наложения да там ритм секса сыграла потом наложили две гитары как в моей любимой группе крим например я недавно как раз записывал ролик про крим клэптон играет в левом канале клэптон играет в правом канале два соло переплетаются да это нет это не то здесь именно музыкальные слои один на другом лежит причем они все прозрачные и все слышно что внизу что наверху и вот так вот все это уложено плотно и здорово scary monsters еще более страшная песня с искаженным голосом опять-таки с адской гитарой роберта фриппа и с таким навалом на слушателя бедного на нас с вами то есть болви прямо к нам вот так вот на нас кричит scary monsters супер крипс и смотрит нам в глаза и одновременно в два уха нам вот это все это выдает очень круто очень здорово кстати говоря эта пластинка она записана более во первых все песни кроме одной кроме kingdom come принадлежат боу и музыка и тексты и писал он следующим образом они записали с музыкантами музыку студии не целиком но как бы основа потом он взял паузу и сказал что я пойду домой писать тексты и голосовые мелодии то есть голосовые мелодии и тексты были написаны отдельно уже под ту музыку которую он слушал уже записанную и получилось очень интересно ну дальше идет эшисту эшис эту песню слышали все я думаю наверное но кто не слышал послушайте начните с нее прямо найдите в интернете эшисту эшис воткните и сразу вы окунетесь в космос в космическое пространство боу вспоминает здесь майора тома с которого начинал песню space oddity 1 1 его большой хит большая первая песня и он улетает с ним в космос одновременно вспоминая все свое прошлое все свои удачи неудачи и свои проблемы и мама говорит мне не связывайся с майором томом не надо ничего хорошего из этого не выйдет и в клипе это все очень хорошо обыграно показано фэшн бип-бип ого бип-бип фэшн еще один марш марш уродов такое можно сказать маршируют уроды завернуты на моде у которых кроме моды внутри ничего нет ну достаточно злобное произведение но самая моя любимая песня на этом альбоме даже не даже не эшисту эшис которая прекрасна а самая моя любимая песня это тинач wild life который начинает который открывает вторую сторону она очень длинная и вообще длинные песни люблю можно в них погрузиться посерьезнее хотя и тинач wild life это полотно где во-первых боуис пел так как мало где у него у него есть ряд песен где он показывает весь свой вокал хотя диапазон здесь он не весь показывает он может и выше петь но здесь он так играет с тембрами с с дикцией с чистыми нотами со стальным своим голосом многие называют его почему-то мяукающим я не знаю люди несведущие которые как-то я не знаю что у них как как не воспринимает музыку голос был и он абсолютно стальной он выкован из металла здесь чистый металл сверкающий лист железный такой вот стальной и вот здесь на тинач wild life он звучит просто как я не знаю как какой-то меч двуручный так такой сверкающий сложную мелодию выпивает перескакивает на фальцет обратно внутри в конце он уходит вообще на фальцет в самом финале когда поет последнюю фразу тинач wild life после шести минут в течение которых поет основную часть песни да но внутри вот в серединке когда он припевает куплет у него такое виртуозное владение просто голосом это ну я не знаю потрясающе не потрясающе оперные певцы и не такое устраивают да но для рок-артиста это конечно это это очень сильно это очень здорово и безумно красиво ну и соло роберта фрипа здесь поддерживает голос между куплетами продолжает голосовую партию но по другу обыгрывает ее и вот это там вот этот самый вот этот тэппинг там все дела фриповские очень здорово скрым лайка baby еще одна голосовая такая история очень красивая мощная с с барабанами в первую долю там такая безумная kingdom count песня тома верлена из группы телевизион они дружили просто понравилось карлос аламар посоветовал бою эту песню включить в альбом здесь три гитариста играется одного я назвал карлос аламар и роберт и еще вдвоем because you young ну это просто гимнообразное такое полотно потому что ты молод все тебе доступно и все у тебя получится парень светлая песня здесь далеко не все песни светлые ну вот because you young она как-то так бодрит и заканчивается it's no game номер два то же самое что в начале только очень похоронно очень похоронно и страшно и страшно и что нас ждет впереди посмотрим но поскольку becas you young то все будет хорошо и собственно говоря потом и было все неплохо ну я надеюсь что и у нас с вами тоже будет неплохо слушайте эту пластинку она не просто так записано а про чудо я могу сказать я начал говорить которая внутри скрыта да более хотел сделать коммерцию а музыка потащила его за собой это бывает с настоящими произведениями искусства когда она сама тащит тебя в процессе творения в другую сторону и ты не знаешь что получится в конце но получилось великолепно это настоящее искусство это настоящая музыка пойду пить пока